Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Здравствуйте, добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии Александра Хайрулина. Роман Шахов. Мы вас искренне, друзья, приветствуем и с радостью сообщаем. Да, вторник на календаре, но у нас внеочередной выпуск программы «Концертный зал». Почему, сейчас всё расскажем. Но сначала сообщим. Концертный зал имени группы «Мураками». Диляра Вагапова и вся команда в сборе. Дилярочка, добрый вечер, привет. Спасибо вам огромное за то, что вы внесли изменения, скажем так, небольшие в свой гастрольный график. Делать перевод в чём. Завтра концерт у группы «В 16 тонн» в клубе. И поскольку группа проживает в славном городе Казань, поэтому особо на интервью не назовёшься. Нужно пользоваться моментами, заранее договариваться и ждать. Диляра, ну тебе слово. Про завтрашний концерт нужно обязательно рассказать, поведать. Ведь всё-таки не просто так себе какой-то день, день влюблённых, а специально всё продумано. Что именно в этот день концерт... Ну, мне надо вопрос больше к нашему директору. Господин директор. Поэтому я думаю, с удовольствием ответить на все вопросы, почему у нас 14 февраля, 16-го. Нет микрофона у господина директора, но... Мне кажется, это не проблема. Как хорошо, что я умею ходить, и у нас есть микрофон, который можно переносить. Да, Иннокентий Валерьевич, вы расскажете нам, почему? Интервью директора. Лёгким движением руки разобрали микрофон сейчас. Ну, у нас уже второй год подряд концерт «16 тонн» 14 февраля. И я думаю, что это будет традиция. Хорошая традиция, прекрасная такая романтическая традиция. Начало в 20-30, друзья. Ну, где-то так, да. Может быть, 20-40. Приходите... К 20, не ошибаюсь. К 20, всё. Ну, а что касается отношения группы вообще к этому дню влюблённых, день себе как день, или действительно такое трепетное особое романтическое отношение? Ну, мне кажется, что каждый из членов коллектива относится к этому дню как любому празднику с улыбкой. Потому что, ну, наверное, на то они и артисты, чтобы во время, когда все отдыхают, артисты работают. Создавать нужную атмосферу тем, кто как раз отдыхает. Ураками, которые всегда с радостью дарят свою любовь, то, что у них у нас есть. Мы с огромным удовольствием действительно рассказываем, даем. Делимся, так сказать. Представь, пожалуйста, группу, мы уже с директором познакомились. Иннокентий Валерьевич Мини, пожалуйста, вот, директор группы «Мураками». Иннокентий, приятно познакомиться. С правой стороны от меня Раил Латыпф, он уже с нами 10 лет рассихивает. С юбилеем. Поздравляю. Поздравляю с группой «Мураками» с самого почтеначала. Антон Кудрюшов, клавишный. Бэк-вокал-тон тоже он. И Артур Каримов, наш бас-гитарист. Он совсем недавно у нас в группе, буквально там с августа месяца. Вот теперь мы тоже в нашем коллективе. И вокал Диляр Вагапов. Руководитель. Автор-исполнительница. Художественный руководитель у нас Раиль, кстати. У нас сейчас небольшой перерыв, друзья, прерываемся прямо на несколько секунд. Антон, оставайтесь с нами, скоро продолжим общаться с нашими гостями. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Друзья, концертный зал продолжается. Группа «Мураками» – наши гости из Казани сегодня здесь, на телерадиоканале «Страна.ФМ». Группа, которую, между прочим, уже молодой, ты особо и не назовешь. Ляшка, счет ведете? Сколько лет исполнилось? В этом году 14 лет. 14 лет уже, между прочим. Ну и молодцы, там причем хороший такой творческий багаж. Я имею в виду альбомы, пластинки выпущенные. 7? 5. 5? 6. Ну, шестая эпишка. Что в этом году нам ждать? В прошлом году у нас вышла маленькая пластиночка. Эпи, в переводе с татарского эпи – это хлеб. Экстерный поэт, в переводе с английского. У нас маленькая пластиночка, там всего три трека, но, тем не менее, мало золотник, это дорого. И поэтому для нас каждая новая песня, она очень дорогая и цена. Что касается… В этом году, 19 апреля у нас будет новая пластинка, мы ее очень ждем. Это уже полноценная или эпи? Да, большая пластиночка. Ну, не знаю, насколько она большая будет, потому что тут тоже много. Ну, больше, чем три песни там будут. Да, больше, чем три точно. Но, в принципе, мы ездим по стране с туром «Супермен». Тур «Супермен». Он как раз стартовал в сентябре, если я не ошибаюсь, с 17-го года. Да, да, да. И сейчас в самом разгаре. То есть впереди еще будут города. Мы только вот привернулись из Сибири, даже в Казахстан зацепили немножечко. Причем, друзья, если, я так понимаю, вы на чем, на самолетах туда летаете или на своем транспорте? Нет, мы сначала на машине, на автобусе. У нас маленький «Вольцваген», прекрасный. Потрясающе, очень модный, стильный. Главное, там прямо написано мураками. Все, не перепутаешь, не спутаешь. Да, и компания «Вольцвагена» помогает так, чтобы наши мечты осуществлялись в том числе. И мы на нем доехали до Екатеринбурга, до Челябинска, а потом до Кургана. Далеко. А оттуда мы уже двинулись на поезде, и да, в Казахстан, соответственно, ушли. Таля, ну ты чувствуешь, что с годами как-то популярность ваша все больше становится? Что аудитория растет? Нет. То есть тоже примерно количество, которое там было, условно, 10 лет назад? Нет, она меняется, но я могу сказать, что она растет. Ну, как бы, те, кто был... Ну, вот есть такой стабильный состав, скажем, условно, костяк, да? Да, ну, есть люди, которые нас очень любят. Есть, кто просто любит. Есть, кому мы нравимся, есть, кому не нравимся. Есть, кто нас ненавидит, наверное, так тоже. Да, Боже мой, откуда? За что, главное? За что? Что, ты говоришь, меняется в ваших зрителях? Меняется возраст, меняется... Даже пол, кстати, раньше было очень много девушек. Так. Сейчас мне кажется, что наравне... Да? Раиль, как ты думаешь, наравне тебе кажется? Да? Ну, уже, потому что раньше было точно гораздо больше дам. Значит, эти дамы просто, наконец-то, нашли свои вторые половинки и привели их. Ну, кстати, очень приятно, что на наших концертах находят себе половинки. Да, это есть. И, значит, завтра уже будет такая возможность тоже. Так что, если есть желание найти вторую половинку, кто знает, может быть, она ждет вас 16 тонн завтра. Завтра тот самый день, конечно, день всех влюбленных. Завтра, кстати, будет другая программа, это будет не тур Супермен, да, это не программа Супермен, там будет немножечко... Ну, отлично, так что, если вы уже купили билеты на концерт группы «Мураками» в своем городе, то завтра вам нужно постараться оказаться в Москве на... Да, и в 18-м году. Именно кури 16 тонн, да. Что мы сейчас послушаем? Наверное, то, что не будет ни завтра, ни в туре Супермен, а что было такое весеннее, хорошее, потому что совсем скоро весна. Да. То, что может поднять настроение на всем, как мне кажется, крайне милым. Гирлянда сонной колыбели меняет утро на июль, пломбирный воздух еле-еле. Это мой красивый корабль, я между минусом и плюсом кусаю точные слова и собираю, словно бусы меня сегодня на тебя вчера. Весна, зима расстояла, и неспеша прошла весна, лето-лето-лето, осень, и опять она. Весна, 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 весна Весна, 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 весна Герня до сонной колыбели Меняет утро на июль Бломбирный воздух, еле-еле Ты мой красивый корабль Я между минусом и плюсом Кусаю точные слова И собираю словно бусы Меня сегодня на тебя вчера Зима растаяла И не спеша прошла весна Лето, 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 осень И опять она Весна, весна, весна Весна, весна, весна Весна, 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 весна Весна еще быстрее Засобиралась в наши широты Да, хочется в это верить, надеяться Группа Мураками, друзья, сегодня в концертном зале Диляра, скажи, пожалуйста Вы постоянно находитесь в Казани, правильно? Ну да Свобода от гастролей У вас это с чем связано? Вы не хотите в Москву переехать Например, как Антон Солокаев И команда Волга-Волга Я могу ответить на этот вопрос? Вопросы на вопрос А вы бывали в Казани? Не были Если бы вы были в Казани, вы бы не задавали этот вопрос Потому что этот город дает не только силы Не только энергию Не только он, на мой взгляд, самый красивый город в России Вы можете поверить мне Потому что я побывала во многих городах России Ну да, это наше все Это родина, которая дает силы Да? Это наш нулевой километр, действительно наш Ну как бы С какой бы ты страны не подошел Я понимаю, что это город, в котором возможно все Потому что тебя поддержат, тебя помогут Тебя услышат, тебя поймут Давайте пожелаем артистам команды Джукбокс Трио Почаще приезжать в Казани Ну да, с ребятами из Джукбокса мы, конечно, тоже очень дружны И... Видно сразу по искренней улыбке Мы работали когда-то вместе в одном коллективе Это вообще, это такая отдельная история Они такие очень волшебные, конечно, ребята Ну вообще, на сказать, из Казани все очень волшебные ребята Это все музыканты Конечно, и ведущие тоже В общем, это такая история Тоже волшебная Особенная отдельная программа Ну давайте вернемся немножко из Казани, может быть, в столицу Нашей родины, что называется И напомню, что завтра концерты у группы Мураками В клубе 16 тонн И, друзья, пожалуйста, приходите Давай поговорим про ваши клипы немножко В общем, вы молодцы, надо сказать Хвалим, поскольку являемся телеканалом Для нас это очень важно Просто треки нас не могут удовлетворить Точнее, даже уже не нас, а наших зрителей Потому что им нужна картинка Скажи, как это происходит? Выбираешь ли ты, на какую песню будет сниматься клип? Либо, возможно, директор говорит Либо вся команда принимает решение Кто выступает режиссером и так далее Каждый раз разная или это один человек? Долгое время в группе Мураками Клипы снимала я долгое время Ну я имею в виду, как я Я режиссером была просто тем, что я приносила идеи Или как-то я понимала, что так, нужно что-то По какой-то видос, чтобы подкрепить песню И таким образом у нас появилась песня Клип на Догвиль На песню Откровения двоих На Капусту Ну очень много Отдельно, прямо чтобы целенаправленно Мы снимали клипы и с самого начала к этому готовились Это было только на Бред и на нулевой километр Кстати, нулевой километр нам снял Алексей Голубев Ну вот Ну тогда это было самое-самое одно из начала Когда Леша Да, с натворили мы Это был очень интересный опыт А сейчас же вот совсем недавно Мы сняли клип на песню Супермен Снимали мы частично в Казани Частично в Нижнем Новгороде И это тоже было абсолютно спонтанное решение Когда вдруг во время тура Супермен как раз таки Мы поняли, что у нас не очень складывается Все, что мы планировали в Казани И мы переместились в Нижний Новгород И ребята там очень быстро Паша там подхватил И у нас получился клип Супермен И удалось как раз Света совместить Ну я так понимаю, что и сестра у тебя помогает с режиссурой клипов Единственный клип, который Карина сняла Это был на песню «Наш страх» И почему мы не боялись давать на эту песню снимать клип Потому что в принципе в названии все сказано Никаким бы страшным клип не был Он все равно будет говорить за себя И наверное поэтому он большой отклик Такой резонанс произошел у нас в интернете Что люди там многие не поняли Да и в коллективе не всем он по душе, конечно Клип-эксперимент, тоже вариант С учетом того, что еще младшая моя сестра там снимается Нет, она кричит, там бегает У нас сейчас следующий музыкальный номер Что за песню послушаем? Может быть надо с Супермен, раз мы о нем говорим Да, с удовольствием Песня Супермен была написана нашим клавишником Антоном Кудряшовым уже 9 лет назад Уже 10-9 И это было достаточно давно Но тем не менее мы достали его из кармана И сегодня с огромной радостью С огромным удовольствием для вас споюсь Даже тур целый называется Супермен Небольшие технические моменты Нужно у Иннокентия Диляру чуть-чуть убавить Очень хорошо убавить Чуть-чуть, да И даже не чуть-чуть Убавьте, пожалуйста Все? Итак, песня Супермен И убавьте, да Я вообще могу сама успеть, если хотите Очень много Диляра Ну, ребята, ну как вы хотели Так и должно быть Это же солистка лицом Голос Голос Капли по мостовой Капли по мостовой Этот город уже не мой Небо наполняет его водой Окружая меня пустотой Никто не услышит Никто не услышит Никто не узнает Никто не поймет И не угадая О чем плачет Супермен Свободному сердцу легко не бывает Когда забирают И не возвращают И не оставляют И не оставляют И не оставляют И не оставляют Смех катится сверху вниз Он громом над всем повис Страх Свою песню уносит ввысь Сотни раз Исполняя Но пись Никто не услышит Никто не узнает Никто не поймет И не угадает О чем плачет Супермен Свободному сердцу легко не бывает Когда забирают И не возвращают И не оставляют И не оставляют Смех И не оставляют Смех катится сверху Никто не услышит Никто не узнает Никто не поймет Никто не поймет И не угадает О чем плачет Супермен Свободному сердцу легко не бывает Когда забирают И не возвращают Мне не оставляют Смех катится сверху Не оставляю Смех катится сверху И не оставляю Комендаря Смех катится сверху И не оставляю Друзья, продолжается концертный зал. Сегодня у нас в гостях команда «Мураками». Мы слушаем замечательные песни и разговариваем с прекрасными музыкантами. Супермены тоже плачут, оказывается. Мне кажется, Саш, в Америке сейчас кое-кто где-то в штабе суперлюдей слушал эту песню с особым трепетом. Обрыдался просто. Ну, конечно, конечно. Илья, скажи, пожалуйста, меняется ли группа «Мураками» с годами, скажем так? Ну, состав точно меняется, если вы обратите внимание. То есть из начального состава, который был. Да нет, не про состав. Больше я интересуюсь историей про музыку, да, конечно, про текст. Твое мнение именно важно. Там поклонники, понятно, у них, наверное, свой взгляд на это. Да, я думаю, что меняется. Да, определенно меняется. В какую сторону, не знаю, в хорошем, в плохом, это, наверное, не нам решать. Ну, ты сама для себя открываешь, понимаешь, видишь какой-то рост или какие-то точные изменения, что, например, то, о чем сегодня поешь, что 10 лет назад там ни за что бы не подумала даже об этом? Да нет, наверное, все песни в группе «Мураками о любви», как это не будет банально не сказано. Да, о любви, поэтому все вокруг да около. Ну, это самая вечная тема, поэтому будете в тренде всегда. А первую песню помнишь, какую написала? И как, при каких обстоятельствах? Была ли она о любви? Да, конечно. Самую первую песню я написала, вообще, это был романс, я шла к зубному, и я очень сильно боялась, с детства я очень боюсь, мне было 13 лет, 12 даже. Да, я написала первую песню, как раз шла. Но ты шла к зубному, ты чувствовала боль? Да, я очень боялась. Страх порождает какое-то вот это нервное состояние, да, и ты думаешь, как-то надо отвлечься. И вот я написала, шла, прям помню этот момент, я потом вернулась домой, взяла гитару, бабушке спела романс, потому что бабушка была моя первая. Он был про любовь. И стихи, и музыка сразу, да? Да, но как-то там... Но этот романс был про любовь при этом? Нет, про страх. Про страх? Скажи, а с тех самых пор, для того, чтобы появилась новая песня, ты записываешься к стоматологу и направляешься к нему? Иногда бывает, стоматологу души, наверное, скорее бывает такое. Не, ну по-разному, разные песни, и иногда бывает такое, что вот появляется там фильм какой-нибудь для предложения, и ты такой, о, надо что-то написать, быстрее собираемся, ребята. И вот. Это что касается писательства. А что ты читаешь? Ну, все-таки как человек, который пишет стихи, может быть, для вдохновения или так, под настроение. Какие книги? Себя. Ну, разно. Ну, как бы, я не могу сказать, что я очень много читаю. Я читаю... Я, наверное, больше сейчас смотрю. Я гораздо больше смотрю именно фильмы, причем абсолютно разные. Это будет, может быть, какого-нибудь там, не знаю, очень-очень там прошлого века там. Ну, твои любимые жанры, например, любимые режиссеры. Или книги, потому что я сейчас, я ушла и туда, и туда. Давай так, и фильмы, книги. Ну, вот я последним прочитала авропаевскую пьесу «Невыносимо долгие объятия». Да? Сказать, что, ну, как бы, ладно, сейчас это мы идем в ту сторону, а надо... А фильмы, последнее, что мне понравилось, а вот недавно посмотрела сериал «Черные паруса». Так. Вот. И это в туре я как раз смотрела. Ну, Суля подовольна улыбке, понравился. Понравился. Ну, просто я, знаете, когда, ну, спрашивают же, как вот отвлечься от каких-то своих собственных переживаний, от мыслей, да? Хорошие сериалы, как там, не знаю, как это будет, и «Дикий запад», как он? Ну, неважно, Игорь Крестовов, да, ну, там много разных хороших сериалов, которые действительно заставляют задуматься. Или отключиться. Да, или отключиться. От задумчивости. А лучше наоборот, и отключиться, и задумываться. Есть, скорее всего, какие-нибудь активности спортивные в твоей жизни? Горные лыжи, например? Ну, вот я вчера первый раз встала на горные лыжи. Так, мы тебя с этим поздравляем. Спасибо, что выложила в свой черно-белый Инстаграм. Где это было, скажите, пожалуйста? Да, это в Казани было. Мы приехали на один день в Казань, и мы поехали с дочкой. Она хотела мне показать свои достижения в этой области. Она-то уже, значит, владеет хорошо. Ну, она уже четвертый раз стоит, это уже нормально. Это уже умеет, да. Я вот как бы первый раз в жизни встала на горные лыжи. Все очень боялись, что я встану на лыжи, поеду сразу очень резко и быстро. Ну, в принципе, по Инстаграму видно, что я не буду долго думать. Как можно? Потому что впереди же концерты, тур продолжается, какой риск. Ну, вот поэтому, да. Ну, я старалась тихонечко, осознанно, скажем так. Ну, было весело. Ну, самое главное, ты после этого не завязала с этим спортом? Ну, это же был первый раз, конечно, пойду, конечно. Для кого как-то? Ну, нет, нет, чтобы я купила горнолыжный костюм, мне все уже теперь придется. Нет, на проплане мы в Казахстане, я первый раз полетела, это было тоже интересно. Видели и слышали это тоже. А-а-а! Вот это? Твои крики, да. Ну, скажи, это вообще дает тебе какое-то ощущение полета внутри, и ты сразу после того, как приземлилась, что-нибудь пишешь? Стихотворение или песня? Это заставляет задуматься, это новые эмоции, и, безусловно, те эмоции, которые остаются у тебя внутри, они... Будет этот момент, когда они обязательно выплеснут. Ты их достанешь потом или что-то напишешь? Конечно, конечно, это же все записывается. А все такие эксперименты в твоей жизни, они происходят спонтанно, или ты четко спланировала, и у тебя есть уже, например, в планах, что ты через месяц там что-то еще себе выдумала такое, даже заосуществить? По-разному, действительно, по-разному, потому что иногда бывает, например, я приехала в Сочи, и я видела, как на проплане ребята там летали, и я очень хотела, но не решилась там. Но, скорее всего, они без такого шлема, без таких очков, как у тебя летали. Ну, не, в Казахстане просто был момент отдыха одного дня. В этот день надо было все, попробовать еду, погулять, приходить в баню. Я была в Казахстане в девяти банях. Выучить язык немножко, казалось, там... В один день? Да, но там такая баня, где у девять разных, там скандинавская, японская, такая-такая, очень круто. Сколько килограммов ты потеряла? А причем она еще в горах. Там, знаете, как страшно, там выходит мужик такой и говорит, так, сейчас я вас заброю, не выпущу ребятки, сейчас будет пар. Очень страшно. Император бани и вышел. Понимаете, да, значит, это очень удивительное место. Суровые казахские банщики. Вот, вот. Мы там все, там, женщины бедные, так боялись, они полотенцем все переживают, кричат. Очень интересно. Очень интересно. Это как приключение, точно надо в Казахстан съездить ради этого. И, главное, не знаешь, выживешь или нет еще. Да, да, нет, это действительно, ты выбегаешь прямо в пророже. Ух, как. Саша, это потрясающе. Эмоционально очень круто меня Казахстан подзарядил, конечно, на этот тур, на тур Супермен. И, да вообще, в принципе, ребята, которые приходят к нам на концерт, они очень подзаряжают своими эмоциями, что они ждут, они там готовятся, там, в городе, Новосибирске, огромный плакат. Мы не собирались даже петь песню, мы сделаны из чуда-сказки. Мы не собирались петь, но абсолютно случайным образом я просто почувствовала, что надо ее спеть, и вдруг там в середине песни начинает раскрывать этот плакат огромный. Он уже готов оказаться заранее. Да, это было очень приятно, что мы здесь сделаны из чуда. Мы сейчас послушаем что, Дилер. А давайте сказку тогда, может быть, испоем ее. Глядя на Раина, художественный, руководитель нашего коллектива. Как-то он ждал другую песню от тебя сейчас. Все очень любят мои спонтанные решения, потому что у нас нет сегодня плейлиста, и все, куда разговор заведет, такую песню-то мы испоем. Как приятно быть членом коллектива группы «Мураками», потому что каждый из нас готов на многое ради того, чтобы второй сосед улыбался. Да, Рэй? Давай. Скромно сказал «да». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иди вперед по дороге правды, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА